я всем привет сегодня распаковочка это по традиции 3 небольших каких-то товаров с алиэкспресс о которых я отдельно обзор не хочу снимать значит это что за штуку такая интересная такая штука это держатель для камеры для экшн камеры на которой я снимаю это специальный поплавок для того чтобы снимать на эту камеру на воде то есть я в принципе постараюсь снять видео как это все работает и вам показать пока что мы имеем вот такой интересный держатель значит желтого цвета поплавок такой он неразборный насколько я вижу хотя соединение есть но но никак крутится его не разобрать здесь стандартное такое крепление с гайкой и болтом на для кронштейн под камерку так и кроме этого мы еще видим вот такой вот держатель не знаю куда его подцепить конкретно здесь его наверно как тут вот так вот прицепить на руку куда-нибудь повесить зафиксировать не уронить ремешок и все все жестко зафиксированы сейчас я вам постараюсь показать как это все крепится а потом возможно будут демонстрации где-то на на воде саму камерку к сожалению еще в данный момент достать не могу то что они снимают но эта камера ескам аж 9 про которые снимал отдельные видео значит смотрите буковка и верховки также у меня я покупал к ней отдельные значит крепление на тело и крепление на голову то есть в принципе различных аксессуары и также я к ней покупал эти аккумуляторы отдельные внешние запасные покажу просто на аквабоксе как туда вставлять камеркой достаточно просто поэтому вот грубо говоря это все равно все будет использоваться аквабоксом вот таким вот каким то образом это все вставляется подгоняется отверстие и зажимается болтом то есть можно как-то снимать ну можно другой стороны вставить чтобы удобнее крутить вот так вот например то есть принципе все без проблем делается здесь можно зажать ну вот как то так вот можно ходить снимать плавать там например где-то дальше грубо говоря если без нее с аквабоксом просто в руках он упадет и скорее всего утонет я не да он тонет действительно я вспомнил я же проводил опыт то есть я сюда камеру клал и бросал на дно значит и она он тонул с этим булечком он будет плавать то есть если вы сможете снимать куда-то там ну нырнуть с этим наверно не получится я честно сказать не знаю нырять лучше уже напрямую чтобы было где-то закреплено но с этим можно плавать например по где-то там по речке не знаю где по морю на море можно плавать снимать каким-то образом то есть вот по-разному можно конфигурировать это делаю и все отлично работает будем брать испытания на воде что друзья у меня в руках камера с аквабоксом и есть ванна я ее погружаю и вот пожалуйста она плавает каким-то образом то есть можно там топить ее она все равно слух сплывет то есть можно на море где-то плавать снимать без вопросов каким-то образом вот так вот можно и и окунать и под водой под водой наверно тяжеловато будет с этим буйком плавать нырять ну в общем то так когда не бросить ее там не знаю кому-то чтобы она не утонула там кто-то попросил бросить подальше забросить в общем штука классная на самом деле плавать вот за нее держаться удобно все то есть я себе взял по поеду на море буду снимать плавать обязательно отпишусь пакет номер два это такие интересные приспособления как головки номер две штучки не заказаны нужно было две штучки не абсолютно одинаковые скорее всего вы встречались так с такими это как бы универсальные головки под разные диаметры гаек то есть вот как заявлено от 7 до 19 миллиметров и я думаю ну это не новая штука уже несколько лет как придуманную технология такая интересная я думаю что вы с этим сталкивались уже обращали внимание что такие штуки появляются продаются у нас они стоят раза в два наверно дороже ну вот я с алиэкспресса заказал это по моему как-то рублей за 300 очень недорого значит здесь в комплекте вот мы видим есть специальная насадка под шестигранник то есть ну стандартно например шуруповерт зажать есть вот расписаны пожалуйста чтобы от вот одной четверти до трех четвертей то есть от 7 до 19 миллиметров вот насколько я понимаю это 7 миллиметровая и вот эта минималка то есть мы здесь подпружинены там значит эти все штучки они подпружинены и вот с этой стороны можно видеть что они выдавливаются сюда в эту сторону технология такая интересная и вот каким-то таким образом можно нажимать и все в принципе держится прочно то есть не вращается вот ну можно видеть это и большие размеры но здесь мне просто у меня здесь квадрат нужно именно подголовку точить и грани и максимально которые вжаты попал периметра 19 и в каком-то в какой-то средний состоянии тоже должно это все работать мы посмотрим попробуем поэкспериментирую ну вообще что я могу сказать по такому типу головки это конечно скорее более удобный способ нежели там какой-то прочный надежный то есть скорее это именно удобно каким-то таким ремонт ником которые много часто откручивают различные болты чтобы не искать там одну головку чтобы иметь и можно было и что-то открутить но я бы не надеялся на ее прочность в том плане что сильно какие-то болты затягивать с помощью вот этой технологии есть только максимально на всю на 19 тогда наверно можно а вот с помощью вот этих вот конструкций вот это вот сильную момент затяжки или что-то раскрутить я думаю что наверно не получится потому что это все-таки такая технология скорее для удобства чем для каких-то таких серьезных работ ну будем пробовать попробуем покажу вам как что это как она работает я не знаю какого размера этот болт но это скорее всего восьмерка значит и он явно больше чем вот этот по центру семерка то есть каким образом откручивается я его выкрутил и вот я его вкручиваю ну вот он как-то поджимается трещит но в итоге закрутился поджался то есть с этим нормально будем пробовать на более больших болтов так есть вот такой вот болт 17 сейчас попробуем его закрутить вот он без проблем выкручивается и любым и вот так закручивается ну как видно туго достаточно ну еще одну посылочку откроем сегодня так это стабилизатора питания 5 штучек не 4 значит здесь заявлено что значит это dc-dc преобразователь точнее быть говорить будем говорить это повышающий значит стабилизатор напряжение то есть мы можем подавать на вход от 2 до 24 вольт вот сюда вот на вход и на выходе мы будем получать от 5 до 28 вольт и максимальным током до 2 ампер значит в 10 регулировочный значит резистор который можно регулировать напряжение на выходе при этом кпд как как пишет около 96 процентов частота 1 2 мегагерца ну значит и точность регулирования пишут что около пол процента ну попробуем посмотрим насколько это реально работает модель к тип называется mt 6308 стоит недорого принципе достаточно удобно использовать например какие-то поделках где нужно использовать например литий-ионную батарейку мы с нее подаем и повышаем до 5 вольт на выходе она не значит на батарейки от 3 до 4 и 2 напряжение будет а здесь на выходе будет должно быть стабильно 5 вольт проверим посмотрим экспериментируем собрал стенд подключил этот на на входе напряжение это на выходе на входе 2 вольта 2 16 на выходе 13 5 ничего не регулировал как было так не сейчас чуть-чуть опустим посмотрим скольки работает действительно ну смотрите я уже ниже двух вольт опустил вот все просела то есть сейчас я буду запускать ему вот где-то от 1 8 начинает работать реально не вот смотрите 13 82 немножко просела значит все таки 13 74 застабилизированы сейчас мы я еще раз опущу смотрим скольки это цифра вы уйдет ну да где-то как раз вот 2 вольта да где-то 2 вольта так 13 74 вот я поднимаю 13 73 74 стабильно стоит ну 78 то есть чуть-чуть подросло но так дальше идем снимаем 10 11 12 13 так на выходе 13 8 это тоже на входе 13 8 так и тут пошло расти то есть все то что когда мы превысили оно понижать не будет то есть мы до этого значения дошли честно я еще раз границу посмотрю ну предположим ну 13 8 вот если мы хотим стабилизировать 13 8 у нас был изначального 13 7 с чем-то если мы хотим стабилизировать 13 8 то это на входе будете за 12 и 6 как только мы под будет значит те же самые 13 8 на входе вот а ну вот то есть на входе те же самые 13 8 13 9 на выходе 13 8 а потом уже вот 14 когда мы перешагнули оно пошло расти то есть вот например 15 на вход подаем и на выходе имеем 14 8 6 с потерями с каким-то то есть на кпд так собрал небольшую схемку по значит преобразованию подключите сюда аккумулятор литий-ионный что самое интересное чтобы было 3 до 4 и 2 на входе и на выходе 5 вольт но это для питания каких-то контроллеров но он под аккумулятор а именно в основном для такой цели и бы и бралась и это платка значит также я подключил сюда амперметр желтый он будет мерить токи на выходе то есть на нагрузке также я подключил сюда вольтметр он будет мерить напряжение на выходе на нагрузке и здесь через этот приборчик мы будем заодно контролировать его показания сравнивать с этими двумя которыми я больше доверяю и нагрузку сама сейчас я все подключу и покажу так я запустил сейчас приборы видим 52 520 вернее миллиампер напряжение на выходе 498 достаточно стабильно держится но на входе напряжение сейчас я померю 336 ток достаточно высокий на входе я мерил около одного ампера не при этом вот этот приборчик прилично занижает то есть он показывает 443 напряжение то пока достаточно точно 05 сравнию с этим есть 052 но напряжение на выходе держится в принципе стабильно то есть можно испугаться и посмотреть ничего себе как просила напряжение по тому прибору а на самом деле там 5 вольт стабильно держится ну ток 052 то есть принципе пол ампера держит эта платка теперь исходя из этого можно сделать расчет эффективности кпд по этому расчету получается 70 процентов кпд всего лишь что не очень положительно сказывается также идет нагрев ну такой вот этими токами в принципе такой средний нагрев но если повыше токи то греется прилично это все сказывается из-за кпд 70 процентов очень низкая кпд заявлено там 96 по моему как то так вполне возможно это кпд будет но другие диапазоны то есть здесь мы выставили по выходу 5 вольт и на входе мы подаем занижен то есть мы повышаем кпд 75 процентов то есть получается что много идет на нагрев но и на саму схему преобразования преобразователь то есть мы получим что батарейка вот это вот будет достаточно быстро просто высаживаться сама по себе не очень приятно на самом деле потому что хочется какую-то более стабильную но эффективную схему конкретно это ну на троечку можно так сказать то что она позволяет регулировать повышать это все хорошо цена не небольшая достаточно простая маленькая схемка но то что у нее кпд такой низкий ну блин 3 балла из пяти я могу только поставить хочется поэффективнее процент 90 и выше так что с этой схемой все понятно кому интересно проводить опыты отписывайтесь отписывайтесь внизу в комментариях я на этом заканчиваю